Сельхозпроизводители округа удовлетворяют спрос населения на молоко на 66%. В Департаменте природных ресурсов экологии АПК подсчитали показатели обеспеченности населения региона молоком и молочной продукцией за 2015 год. Высокие показатели получили производители сметаны. На прилавке магазинов они поставили 132 тонны продукта, что на 4,5% превышает ежегодную потребность населения. По словам специалистов Департамента, показатели обеспеченности жителей региона молоком и молочной продукцией будут увеличиваться вместе с увеличением производства молока, которое стало возможным благодаря существующему механизму господдержки молочного животноводства. Чтобы добиться хорошей производительности по всем видам молочной продукции, аграрии идут на расширение производства. Так, акционерное общество ВИТО сообщило о готовности увеличить производство молочной продукции в два раза. Для этого предприятие планирует закупать сырье за пределами округа. В настоящее время профильный департамент прорабатывает вопрос поддержки идеи окружного предприятия. В частности, предоставление субсидий на возмещение части затрат по закупке сырья. Увеличивать производство молока и молочной продукции планирует и Ненецкая агропромышленная компания. В этом году предприятие продолжит реконструкцию отделения Воксина. Обновленные мощности позволят к концу года увеличить поголовье молочных коров с 50 до 80 голов. Главная же задача компании в нынешнем году – строительство телятника в Тельвиске. У нас стоит, по крайней мере, сейчас две задачи – это телятник в Тельвиске и ферму в селе Коткино. То есть, в настоящее время хозяйствующие субъекты должны решить эти вопросы самостоятельно, но при условии соблюдения как раз получения той самой субсидии, которую мы выплачиваем, то есть 100 рублей на литр молока. Благодаря молочной субсидии растёт производство социального продукта. Если в 2013 году валовое производство молока составляло 2960 тонн, в 2014 – уже 3073 тонны, в 2015 – 3098 тонн. Увеличение производства молока даёт возможность поставлять на полки магазинов местный кефир, творог, масло, йогурт. Обновление мощностей ожидается и в рыбодобыче. После отказа от строительства рыбоперерабатывающего завода, плановая убыточность которого могла составить от 120 миллионов рублей в год, власти рассмотрели несколько вариантов развития рыбопереработки в регионе. Администрация округа пришла к соглашению с Ненецким рыбак-колхозсоюзом, который за счёт собственных средств проведёт реконструкцию существующего рыбоперерабатывающего цеха. Округ, в свою очередь, продолжит оказывать предприятию помощь в виде субсидий. В конечном счёте это ускорит окупаемость инвестиционного проекта. Модернизация цеха позволит расширить ассортимент производимой продукции. По сообщению департамента, новые полуфабрикаты на столе жителей округа могут появиться уже в четвёртом квартале 2016 года. Наладить рыбодобычу в окружном масштабе с привлечением частников поможет нормативно-правовая база. Сейчас над её созданием работает профильный департамент. Сегодня, чтобы заниматься ловлей рыбы, мало получить разрешение в Двинско-Печорском отделении Росрыболовства. Периодически необходимо ввести учёт количества улова и отправлять необходимые документы в ведомство. В принципе, те, кто занимается рыболовецким промыслом, они знают, скажем так, вот эти все перипетии и настойчиво с ними уже сжились. А вот для новичка начать вести вот этот рыболовный промысел, конечно, тут возникают вот эти законные такие вопросы. Ну, мы ведём, скажем так, это прерогатива федералов, но мы, скажем, находим понимание и с нашими коллегами Двинско-Печорского управления, и, в принципе, и на федеральном уровне с тем, чтобы облегчать процедуру. Как показывает практика рыбак-колхоз Союза, рыбная продукция пользуется спросом у населения. В 2015 году на переработку и реализацию в Наринмар предприятие отправило 67 тонн рыбы. Это на 23% больше прошлогодних показателей.